Презентация моего приложения. Калькулятор жаропонижающих. Как вы видите, он у меня сохранен на рабочем столе со значком браузера. То есть это пока только онлайн-версия. Заходим внутрь. Нужно какое-то время, чтобы прогрузился. Здесь вы можете зарегистрироваться или войти, если у вас уже есть свой профиль. Видим главную страницу приложения и заходим сразу в калькулятор. Здесь у меня Алиса Дмитриевна уже сохранена, но если что, вот кнопочка «Добавить ребенка». Детей может быть несколько. То есть, пожалуйста, если надо ребенка сохранить, это можно сделать здесь. Если уже сохранен, заходим внутрь. Дальше все очень просто. Выбираем конкретно препарат, который мы хотим использовать. Выбор небольшой. Бупрофен и парацетамол. Это разрешенные жаропонижающие для детей. Выберем ибупрофен. Дальше самое главное выбрать вес. Алиса Дмитриевна у нас весит 13 кг. Далее мы видим список препаратов, которые представлены на рынке с данным действующим веществом. Обязательно читаем пояснение. Если мы хотим выбрать другой препарат, то есть парацетамол, это тоже сделать довольно легко. Вес нужно указывать каждый раз. К сожалению, не получилось сделать так, чтобы он сохранялся. Парацетамольных препаратов, как вы видите, значительно больше. И некоторые формы лекарства для детей не подходят. Тогда мы видим прочерк. Вы выбрали для себя нужный препарат. Теперь можно сделать следующее. Записать прием препарата. Выбрать препарат. Например, ибупрофен суспензия 100 мг. Для ребенка весом 13 кг это 6,5 мл. Нажимаем кнопочку добавить. Все, препарат у нас записался в список. Обратите внимание, как ввод данных возможен только один раз в час, так и жароподнижающие давать чаще категорически не следует. Даже лучше не чаще, чем раз в полтора часа, чтобы можно было определить, что препарат у нас подействовал. На этом функционал калькулятора заканчивается, но не заканчивается функционал приложения, поскольку у нас еще есть график. Здесь мы выбираем ребенка. Ребенок у меня один, поэтому выбор небольшой. Как вы видите, уже некий график здесь присутствует. Точно так же можно ввести температуру, которая есть сейчас. Например, температура у нас будет чуть пониже. И добавляем ее в график. Цифра сохраняется вместе с датой и временем. Как только нам это становится необходимо, нажимаем кнопочку «Скачать историю» и видим результаты в виде списка. То же самое можно сделать в разделе «Записи приема препарата». То же самое скачиваем историю, получаем список, какой препарат в какой дозировке, какое время и дата. И третий раздел – это статьи. 9 коротких статей с ответами на самые распространенные вопросы. Здесь все достаточно лаконично, но самые важные темы отражены. Для того, чтобы сохранить вот таким образом иконку на рабочий стол, нужно зайти в настройки вашего браузера и добавить закладку. Все зависит от конкретного браузера. Может называться чуть-чуть по-другому. Может называться «Добавить на рабочий стол». Тогда у вас появится вот это.